Всех приветствую. Это, я так понимаю, заключительная лекция 1st RL курса. Меня зовут Сергей Толесников, и сегодня мы с вами поговорим за Distributed RL. Пожалуйста, не путайте его с Distributional. Но смысл его в том, как можно использовать все наши доступные ресурсы на то, чтобы обучать наших RL-агентов эффективнее, быстрее. И, в общем, все вот это красиво обсудим, чем занимаются замечательные DeepMind, OpenAI и прочие ребята, в принципе, что же они успели наработать, какие практики. И что, например, можно взять и себе, чтобы построить свой маленький, уютный такой домашний DeepMind. Итого у нас ожидается следующее. Мы немножко поговорим, что же такое RL вообще. Ну, опять же, просто небольшая вводная, чтобы редки помнили, кто будет смотреть эту лекцию потом в записи. Ну и дальше перейдем, собственно говоря, к теме лекции, обсудим развитие Distributed RL. То есть посмотрим на то, как вообще RL зарождился еще в 2013 году CDQN, и какие его попытки, прям по шагам исторически, были сделаны. И в итоге, чтобы перейти к тому, что сейчас, можно сказать, State of the Art для Distributed RL, вот этот вот Citra появился он, ну как, в конце прошлого года, статью доработали еще, если не ошибаюсь, в феврале этого. Вот. Опять же, от замечательных гуглов и прочее. Опять же, все эти статьи, они в лучших традициях от Гугла, DeepMind, Facebook и прочих замечательных ребят, у которых очень много железа, и которым интересно посмотреть, как на всем этом железе можно обучать агентов эффективно, быстро, надежно поднимать свой хирж. Вот. Ну и закончим, если успеем, с небольшими дополнительными приложениями, и, ну, экземплов не будет. Простите. Так вот. Согнат, дополним. Небольшое, такое, вводное. Что такое RL? RL вообще, как вы помните, это некоторая наука, которая занимается теорией принятия решений и поиском оптимальных стратегий поведения. Ну, то есть, политик действий. То есть, работает RL в следующем фреймворке, что у нас есть некоторая среда, и у нас есть некоторый агент. И наша среда может быть описана некоторым состоянием S. Ну, опять же, берем и смотрим на правый рисунок. Вот у нас есть некоторая среда, это наша игра. У нас есть состояние S, которое описывается картинкой этой игры. У нас есть агент, который, по сути, есть вот эту вот платформу внизу. И задача нашего агента, ну, и наш агент может совершать какие-либо действия. Ну, в нашем случае это сдвинуться налево или наоборот. И задача агента... А, да. И совершая какое-то действие, среда ему под конец может вернуть reward, некоторый скаляр просто. За то, как хорошо его действия повлияло на среду и на него в частности. И, собственно говоря, задача агента — это максимизировать ожидаемый такой reward, суммарную награду за все время взаимодействия со средой. Ну, то есть, говоря проще, и на примерах задача вот этой замечательной платформы — это сбить вот этим вот мячиком наибольшее количество блоков, за которые он, собственно, получает reward, чтобы пройти уровень. Все просто, все понятно. Под эту тему, на самом деле, можно подвести довольно большое количество задач, и в аппликейшенах мы посмотрим, что с этим делать. На этом можно обучать роботов, диалоги, фейнтюнить, точнее, устраивать гиперпараметры и прочее-прочее. Но, как бы, вводные прошли, давайте поговорим о такой более интересном. А, собственно говоря, о, да. Немножко вводные теперь за дистрибьютор RL, за распределенные вычисления и прочее. То есть, как обычно обучается RL вообще? То есть, у нас считается, что, опять же, есть некоторая среда, есть некоторый агент, агент взаимодействует со средой, получает на фотообзирующен, делает какой-то action, среда возвращает новый observation reward, и вот так он медленно, но уверенно играется в игру. Это все, конечно, замечательно, но есть один нюанс, что нам, для того, чтобы обучить нормального агента, очень часто нужно большое количество вот этих вот взаимодействий со средой. Там миллиарды, миллионы вот этих преми-степов и большие транзакции, ну, по, например, тысячу шагов и таких миллионов. Довольно много. В связи с чем этот сетап, который, что называется, single thread, он перешел в более оптимизированный сетап, когда у нас есть в процессе обучения некоторые отдельные промежутки, когда мы оптимизируем нашего агента, когда, ну, опять же, при хождении в среде агент, конечно же, скажем так, получает этот reward, его оптимизирует, ну, и где-то там в играм. Так вот, мы можем шаг оптимизации вынести, например, в отдельный процесс, дальше шаги симуляции накопления опыта сделать тоже каким-то отдельным процессом, отдельным степом, и чередовать эти шаги. То есть сначала накопить какой-то банч опыта, потом сделать один такой здоровый шаг оптимизации. И, собственно говоря, основная задача дистрибьюта Rale это как можно вот эту схему максимально эффективно использовать, как можно ресурсы, которые у вас есть, максимально утилизировать. Потому что, ну, скажем, в отличие от дип-лёрнинга, Rale это то направление, которое само себе генерирует датасет, и здесь становится все, как говорится, чудесати-чудесати. А в зависимости от того, как быстро мы утилизируем наши ресурсы, как быстро мы готовим наши же данные, мы, в принципе, можем быстрее обучаться. Ну, и вообще, на самом деле, там в конце расскажу за такие мета-гиперпараметры, hardware-гиперпараметры, которые, в принципе, встречаются при обучении вот своих таких дистрибьюта Rale-штук. Итак, возвращаясь все-таки к истории. Ах да, на всякий случай сообщу, что любые вопросы я предлагаю задавать сразу по ходу дела. Ну, почему бы и нет. Сделаем доклад более таким разговорным. Возвращаясь к истории дистрибьюта Rale-штук. Собственно говоря, мы с вами пройдем с вообще начала и момента, когда весь текущий DeepRale возродился. Ну, то есть DeepRale был до 2013 года, но в 2013 году, благодаря DeepMind, Atari и DQN, там, ему вернулся был интерес. Через Gorilla, то есть, по сути, DQN на спидах, и первые попытки его параллелизации через старый добрый 3C, через Impala, который, по сути, является улучшением 3C, через Apex, который, по сути, является нормальной параллелизацией DQN, а не то, что было в Gorilla, через R2-D2 и R2-D3. И вот здесь, где-то в конце, справа, будет еще C-DRAG. Он уже в нынешнее время. Итак. Итак. Идем в старый добрый DQN. 2013 год. Что придумали? Придумано было Владимиром Нихом. Прошу прощения. Как вы помните, ну, думаю, все знакомы с DQN, общая структура была довольно простая. У вас, опять же, так, можно мне узнать. Да, я могу аннотировать. Так, вы видите ли вы мои рисунчики? Да. Отлично. Давайте буду рисовать. Что у нас было? Так как это DQN, то есть DQN, у нас была QNetwork сеть, у нас был все тот же самый environment, у нас, так как это был off-policy learning, был replay buffer. А можно цвет покруче? Ну, какой-нибудь красный на этих зеленых replay-маре. Ну, вообще, мы видим указатель, можно, мне кажется, не рисовать вообще. А, то есть указатель видим. Окей. Ну, ладно. Но мне нравится рисовать. Так вот, возвращаясь к нашим рангам. Так лучше, да? У вас есть ваша сеточка QNetwork, у вас есть ваш environment среда, у вас есть replay buffer, так как это policy learning. И что у вас происходит? Вы взаимодействуете со средой вот этот T-шагов, делаете шаг в среде, эту транзакцию записываете в replay buffer. Если у вас в replay buffer есть достаточно данных, чтобы сформировать какой-то мини-батчик для обновления, вы сэмплите мини-батчик и обновляете вашу сеть. При дальнейших усовершенствах всего этого алгоритма, target network, dueling network и прочее, прочее, там было дополнение вида дополнительной сети, которая содержала старые гиперпараметры, ее надо было иногда обновлять, и раз в энное количество шагов, ее надо было обновить. Весь этот процесс был максимально однопоточен, и все это обучалось в первый раз, если я не ошибаюсь, порядка 8 дней на одной GPU, но на момент 2013 года это было большим прорывом, потому что это DQN, это была первая сеточка, которая порвала все 57 игр Atari, и добилась human level performance, за что Define открыл Google. Итак, это стандартный DQN, ничего сложного, сейчас... DeepMind вроде подкрыло Google с 2010-го. Не, убеден, если не ошибаюсь, в 2012-2013, где-то так. вот, ну, то есть, обычный DQN. Проблема, как вы понимаете, в том, что вы, все, что вы делаете, это у вас single thread обучение, то есть, вы очень сильно подвязаны на скорость взаимодействия со средой, то есть, вы делаете один шаг в среде, что может быть довольно медленно, записываете какой-то эпиклый буфер, и, ну, короче, вы очень медленно накапливаете опыт. Это, конечно, очень замечательно, если вы, например, бенчмаркете что-то, потому что позволяет вам все воспроизводить, если у вас single thread, но если вы хотите проводить много разных экспериментов, быстро утилизировать железо, скажем так, пробовать много разных алгоритмов, как-то как-то это не самый лучший путь, а потому уже так, я могу, ага, а потому уже в 2015 году DeepMind выпускает следующую статью General Response of Learning Architecture или красивые гориллы, почему-то они очень любят обезьян и DKEON, где предлагает по сути первое усовершенствование всего этого алгоритма для того, чтобы распараллелить его на все многообразие железа, которое они имеют. Собственно говоря, что у нас тут? Тут опять же у нас есть старый добрый кунатор, у нас есть опять же environment, кунаторков кстати здесь стало внезапно несколько, у нас есть опять же replay buffer, и здесь в этой архитектуре впервые выделяются такие основные концепции, которые будут переиспользованы во всем дистрибьюзиторе. Это соответственно некоторый learner и некоторый actor, такие совсем абстракции. Ну можно считать также какой-то абстракции replay buffer, но это it depends. Так вот, в чем же состояла суть Gorilla? Стояло сейчас я подумаю куда это лучше убрать, чтобы мне было удобно рисовать. Суть Gorilla состояла в следующем, что у вас есть некоторый процесс learner, вот этот вот, задача которого просто постоянно брать experience из replay буфера и гонять и оптимизировать вот эту build an equation или любую другую ошибку и обновлять вашу DQN в общем сеточку. Все эти обновления были подвязаны на общий такой параметр сервер, задача которого была синхронизировать обновления на кучу этих разных лернеров и просылали они не сами сеточки, а именно что важно очень градиенты. То есть у вас между двумя этими сервисами, процессами и прочее постоянно гонялись огромная куча градиентов, которые на самом деле ну то есть каждый лернер по сути улучшал только одну свою маленький шард из этого параметра сервера. Каждая шарда в этом параметре сервера дополнительно синхронизировал, чтобы вот здесь общая DQN была скажем так одна. У каждого лернера поподробнее что такое шард. Шард смотри шард это больше из всяких баз данных и прочее то есть по сути это репликации то есть несколько инстанцев назовем так стало ли так получше. Несколько копий параметров и плюс они еще между собой как-то синхронизируются. Да, смотри, у тебя было лернеров например X3 у каждого лернера был свой актер тоже получается X3 и каждый пол подвязан на свою шарду ну тоже получается X3 ну да вот схема гориллы она максимально почему-то сложная но это был первый блинком почему бы нет у каждого лернера был свой актер и у них была общая Q-network которая вот как видно здесь вот этот bundled mode это значит они были связаны по сути это была одна и та же сеточка только актер занимался взаимодействием с средой а лернер занимался как раз считанием вот этого лосса считанием вот этих кредиентов чтобы отправить их потом на общую шарду чтобы он их применил и совместил со всеми этими точнее он отправил это на параметр сервер в свою шарду чтобы здесь уже все это дело раскатилось скажем так на в общем ну синхронизировался параметр понятно ли стало совершенно непонятно зачем там больше одной шарды почему что мешает просто иметь один мастер набор параметров к нему применять все градиенты которые приезжают а-ля хогвайлд кажется это называется вот и собственно все потому что если я не ошибаюсь ты хогвайлд можешь делать внутри одной машинки вот эта штука она они используют сразу много машин если не ошибаюсь 100 ну и потом вот на следующем слайде даже увидим в общем горилла параметры сервера это больше одной машины ну да смотри параметры сервера он get1 а вот лернеры и актеры могут быть запущены на огромном числе машин на самом деле вот они просто по сети могут быть связаны с общим параметром сервера который там вот по этим шардаем и прочим синхронизирует в общем горилла и 15-й год было сложно было доступно только не то чтобы было эффективно но это ну опять же чем интересно что это была первая попытка скажем так распараллелить все это дело и действительно были даже хорошие такие результаты я могу я могу кликать да собственно говоря касательно перформанса то есть ну во-первых конечно же в лучших традициях депайнда они побили ну так в среднем побили перформанс обычного декена вот и в сравнении с декеном например ну так за перформанс это соответственно правый график за скорость это соответственно левый график им благодаря вот этому всему расправлению в принципе за получается меньше чем 4 дня удалось побить все то что депайн дел за 8 ну вот здесь вот вы видите график того как они медленно побивали все-все игры на самом деле здесь они большинство игр побили за реально там полтора день полтора вот но остальные какие-то самые сложные все-таки на них ушло больше всего времени вот и это был действительно такой любопытный прогрессик в плане того что это была первая статья которая удалось распараллелить все это дело сейчас мы узнаем будут результаты нет зато за конкретное сравнение всех этих дикенов горилл и прочее давайте сразу рассмотрим в АТЦ да но пока если вопросики по горилле вот или всем интересно посмотреть что у нас пошло в АТЦ и на самом деле там отдельный бранч вот эти параметры сервера он накапливал градиенты сколько-то шагов и потом раз какое-то количество шагов все серверы синхронизовали между собой сетку то есть ко всем применялись градиенты или как это происходило ну то есть есть сколько-то инстанцев Q-Network и как именно поддерживалось то чтобы Q-Network была здесь синхронизована как конкретно ну смотри я не помню по статье чтобы он накапливал мне кажется он просто возможно последовательно применял и просто постоянно их обналял везде где угодно вот возможно просто не стоит заострить такое внимание на этой статье потому что она все равно уже никому не нужна лучше подробнее разобрать Impala Apex и что там последнее было с этим я соглашусь но то есть в общем я пытался то есть у нас вот до с 13 года по 15 год у нас было такое время DQN когда все верили в DQN потому что он первым показал себя с точки зрения применимости для сложных игр с картиночками и прочим а за всякие он полиси алгоритмы на тот момент был только по сути говоря Reinforce все забыли но все это дело поменялось в 16 году что самое интересное от того же Владимира Мника потому что в 16 году вышла статья про A3C давай еще то бишь Asynchronous Advantage Actor Critic самого скажем самой статьи Advantage Tractor Critic нету хотя A2C в принципе иногда даже работает но лучше всего показывает себя его асинхронно расправленная версия A3C да вроде жопы на и говорят что A2C нормально ну это в принципе норм то есть вроде работает но A3C кажется постабильнее хотя честно я больше в последнее время за всевозможное в полисе лернинг поэтому я мало в полисе занимаюсь так вот собственно говоря что же здесь произошло ну во-первых A3C это у нас алгоритм уже который обучается on-policy то есть если off-policy это тот алгоритм который обучался чисто на транзакциях взаимодействия по вот этой туплу state action state s plus 1 скажем так reward done то A3C уже обучался на каких-то там подтракториях и использовал полисы градиенты суть состоял в следующем что опять же у вас был один скажем так лернер не знаю можно его также сказать chart потому что когда мы говорим про on-policy лернинг у нас уже не нужны буквы и у нас было энное количество актеров воркеров и прочих ребят которые по сути опять же играли в игры то есть что у нас происходило у нас на каждом актере просто постоянно гонялась такая вещь которая синхронизировала скажем так веса на синхронизировала веса воркера с весами на лернере проходила вот здесь магические пять шагов очень важно здесь было проходить небольшой такой небольшой траектории вот дальше считала градиенты и отсылала эти градиенты на мастера чтобы мастер их применил для всех и потом когда у нас следующий воркер синхронизировал с ним уже были обновлены веса в общем все это происходило синхронно все это происходило довольно быстро за счет того что в отличие от гориллы вся эта машинель работала внутри одного одной машины то здесь не было такой я бы не сказал что это было дистрибьютор это больше был паралл параллельный рэп короче говоря где внутри мне казалось что в последующих статьях типа анриэла и прочих они говорят что вот мы запускаемся на сто пятьсот машинок и у нас все очень быстро обучается ну возможно в последующих но если я не ошибаюсь A3C он был внутри одной машины и там даже были как правильно заметил Сережа Севередов там были улучшения вида GPU A3C когда они даже утилизировали GPU под это дело но опять же только внутри одной машины ну вот за лучшее сравнение всех этих алгоритмов мы наверное еще посмотрим последние статьи там вообще хороший обзор на самом деле будет именно не за архитектурой сетей а за архитектурой вот абстракции над сетями так вот здесь на самом деле и в A3C опять же мы видим что пересылаются в счетчик градиенты нам постоянно требуется ну это такие скажем минусы кажется что нам требуется держать вот эти маленькие траектории в будущем в принципе то что там маленькие траектории будет пофиксено так это из минусов из плюсов у нас огромная параллелизация этого процесса у нас скажем так за счет того что очень много воркеров у нас хороший exploration за счет того ну вообще A3C он максимально но A3C очень стабильный алгоритм то есть он обучался быстрее DQN в разы и если я не ошибаюсь прям значительно в разы то есть да вот если сравнивать его с тем что было до него то есть с всем DQN based то получались вообще-то там любопытные результаты ну вот опять же поминаем старый добрый DQN старый добрый DQN обучался 8 дней а горилла с распоряжением на какое-то огромное количество машин позволило сделать это за 4 дня положим всякие улучшения вида по-моему это WDQN хотя вряд ли всякие улучшения DQN конечно же ну они время никак не уменьшали не увеличивали вот этот замечательный скорбь и здесь вышел A3C ну прям значительное разительное импробуминг значительно быстрее стало все обучаться у нас перестало нам вообще нужен быть такой такая вещь как replay buffer потому что это on policy это и плюс и минус кажется что мы перешли ну опять же top policy к on policy и что еще кажется очень интересно получили возможность обучать рекуррентные сетки вот скажем так весь DQN он в основе слоей обучался именно на feed forward сетях потому что когда мы обучаем в policy режиме нам очень сложно по техническим причинам очень сложно восстановить вот какой-то там hidden state нашей рекуррентки поэтому чаще обучают просто все было конечно статья кстати говоря вот от Миши Павлова по-моему если не что в 15 году про рекуррент DQN вот но почему-то они не вспомнили нет погоди статья Миши Павлова это Darkon она строится поверх DRQN это хаус кнехты компания 2015 года которые прикрутили LSTM в DQN как раз а Миша Павлов сказал что давайте мы там еще attention прикрутим посередине Миша Павлов молодец не веришь что Миша Павлов мне кажется там Иван нет там не только он конечно я просто помню его по дипхаку что это оттуда пошло ну да они как раз это совместно перевели сравнение с DRQN слушай это в лучших традициях академики с чем удобно было сравниваться с тем сравнились то есть да на всякий случай тут со сравнениями прям подходов будет не так просто как хотелось бы потому что ну к сожалению никто не замерял мне кажется перфоманс всех этих подходов вот ну по понятным причинам 100 машин вряд ли у кого-то есть дипмайн замеряет в волклок тайм что позволяет очень хорошо сравниваться по волклок тайм по волклок тайм там они начали заменяться вот в конце там гориллы и прочее господи апекс и прочее так что еще интересно здесь в общем и тряси на самом деле очень интересный алгоритм он сделает этот переход но у него были проблемы с тем что все приходилось обучать на вот таких вот маленьких траекториях и ну он дальше если я не ошибаюсь был ограничен именно одной машины одним сервером вот но все это дело меняется какая-то разница по сравнению с A20 то есть кажется они перешли от в полисе к он полисе и за счет этого могли ускорить сходимость и за счет того что у них параллельность лучше там выше использования железа подожди это все в он полисе вообще все ну в смысле A20 просто синхронизация добавляется не смотри имеется ввиду давайте повторю вопрос а есть ли сравнение DQN A2C и A3C потому что ну а-ля есть ли тот буст за счет асинхронности если я не ошибаюсь он действительно есть но мне кажется он только в статье про A3C то есть ну короче у меня есть подозрение что прям изначально изначальная идея с A2C вообще не заработал автор поэтому A3C или она заработала прям значительно хуже вот потом правда опять же как бы некоторое время спустя еще три года A2C в принципе нормально где-то работает но возможно причины были уже какие-то в общем другие так вот так вот на самом деле OpenAI есть пост про то что у них они не заметили особой разницы между A3C и A2C да-да-да у них прям в у A3C еще должна быть проблема с этими стейл градиентс а у A2C такого не может быть во да ты сейчас хорошую тему японまで но на самом деле у A3C была такая проблемка что почему на самом деле обучали вот на таких маленьких траекториях потому что не был ну это onpolicy алгоритм То есть он должен обновлять ту сеть, с которой он играл. Понятно не сказал. Но вот есть нюанс, как вы понимаете. Что за счет того, что это у нас все дело синхронное, у нас этот, пока этот worker как-то там играл, здесь веса уже могли обновиться. И вот за счет вот этого хака с пятью степами они в принципе нивелировали вот этот разброс из стейл-градиенс. Это был чисто, кажется, такой технический хак. И вот дальше мы переходим к тому, к следующей статье, к Importance Weighted Actor Learning of Retractures, а-ля Impalor, где вот эту всю вещь они пофиксили. То есть вот это, по сути, как я уже раньше говорил, A3C на спидах — это A3C, который можно было уже обучать распределенно на нескольких машинах. То есть у вас все так же было куча актеров, у вас уже была возможность иметь кучу лернеров, кучу лернеров опять там через шардирование и прочее-прочее синхронизировали свои веса и обучались, варили все это пил. В чем отличие от, собственно говоря, A3C? Impala, если честно, прям замечательная статья. Она реально привнесла очень много того, что надо было сделать. Во-первых, важный момент. В A3C у нас был один параметр сервера, куча актеров. Мы отправляли сеть, получали обратно градиенты и постоянно вот так вот гоняли все дело. В Impala мы, да, отправляли параметры, но назад получали уже observations, а на самом деле trajectories. И в Impala, что очень важно, здесь мы, например, делали только пять шагов, здесь мы могли проиграть всю траекторию. И кроме этого, за счет всей этой радости, Impala дополнительно ввела такую возможность, что мы могли иметь несколько лернеров как раз для распределенных вычислений уже на нескольких машинах. То есть на каждом сервере был свой некоторый лернер, он занимал все CPU-шечки, запускал актеров, и дополнительно они между лернером еще синхронизировали же градиенты. Следующую, ну, то есть, во-первых, как бы перешли к более распределенной архитектуре самого решения. Следующую еще какую-то проблему про пиксирую... Можно вопрос? Следующую часть вопроса еще. Можно перечислять? Да, вот. Окей, Артем, давайте сначала. Хорошо, а как синхронизировались между собой отдельные лернеры? Это, видимо, такое дистрибитудата параллел. Да, ну, это возьми, дистрибитудата параллел. Ну, то есть, условно. Это опять какое-нибудь шардирование и прочее-прочее. Ну, окей. У меня другой вопрос. Возможно, ты на него планируешь ответить. Но вот смотри, у нас есть актер. У актера есть копия весов сеточки. Ну, мы туда отправили копию весов. Он там играет с ней. Что он с этими весами сделал? Сгенерировал траекторию. Потом отправил траекторию обратно к лернеру. К этому моменту лернер уже мог успеть обновиться. Именно. Тут нужны какие-то в полюсе поправки. Да, я говорю, замечательная статья. Она все это лучшего. Это будет вот после этого слайда. Сейчас, я просто хочу сначала за ресурсы, а потом еще немножко за теорию. Просто теория, скажем так, это то, что надо будет все равно перечитать статью. И пока я готовил эту презентацию, мне прям действительно, ну как, надо будет еще раз перечитать статью. Прям очень понравилось. В общем, ну, кроме того, что эта архитектура дает возможность делать именно distributed array, она также еще решает проблему с, скажем так, утилизацией ресурсов. То есть в чем была проблемка? Если у нас было и 3C, и 2C, ну, вот, батчевый и 2C как раз, вам надо было проиграть несколько, некоторое количество там шагов, и потом сделать обновление. То есть у вас, по сути говоря, был момент, когда у вас работал только ваш CPU, например, а потом работал только ваш GPU. Ну, то есть у вас было, типа, накопление опыта применения, потому что это он полис. И потому что мы не умеем решать как раз вот эту проблему с применным лагом в весах. В Impala все было уже полностью синхронно, то есть каждый актер был своей отдельной сущностью в своем, скажем так, процессе, делал все, что ему нравится. И был свой лернер, который, скажем так, тоже выполнял только одну поставленную задачу. Просто там они еще синхронизировали, скажем так, веса по требованию. Ну, то есть если актер запросил, лернер отдал. При этом, ну, скажем так, не лернер или не актер, по сути говоря, не останавливались. И молотили все время во время, ну, все время обучения. Так, далее. Далее, очень важное и, скажем так, фундаментальное вот именно теоретическое исправление это решение того, как исправить вот этот полис лаг. То есть, опять же, A3C, актер критики, ну, в той реализации, которая не используется в A3C, это он полис алгоритм. Они подразумевают, что они обновляют ту сеточку, которая насобирала этот опыт. У нас, как правильно заметили тут уже, с учетом всей нашей архитектуры, возможен тот вариант, что лернер отправил на актера веса. Актер там играл 5 минут, но черт возьми, за эти 5 минут на лернере уже обновились веса. Актеру возвращает, скажем так, новую траекторию. И она, ну, там политика немножко устарела. И под все это дело было предложено использовать такой вот important sampling, перевзвешивание территории, чтобы, ну, то есть, у нас есть, если не ошибаюсь, текущая политика, как это зафиксировано, старая политика. И здесь мы смещаем, скажем так, ну, обучаем так, чтобы учесть и исправить вот этот временной лаг между политикой, которая обучалась, точнее, которая у нас есть сейчас, и которая там обучалась до этого. Я могу... А, да. Вот, у нас, соответственно, снизу политика, которая насэмплила, если не ошибаюсь, эту траекторию. Сверху у нас, если не ошибаюсь, текущая политика. И мы просто смотрим на разницу их действий по траектории и перевзвешиваем таким образом все эти траектории для обучения нашего критика. Вся эта машина и она называлась V-Trace. И впоследствии, в принципе, вот это вот important sampling, он использовался не только в Ampile, но и уже в последующем самом, скажем так. Это вот и текущие алгоритмы. И, опять же, как репортует сами авторы, поправку на этот временной ваг, делать прям, ну, необходимо. То есть, что у нас? Если мы запускаем все наше обучение без корреляции... Можно замечание. Мне казалось, что V-Trace вообще вся суть алгоритма заключалась во второй формуле. Там что-то был, короче, какой-то клиппинг еще и для понижения дисперсии. А первый это просто important sampling. Мне казалось, он известен был до этого. А вторую часть было интересно разбирать. Но я сейчас не очень хорошо помню, про что конкретно. Ну, смотри... У Impala было две вещи. И important sampling вот этот вот и V-Trace. И important sampling, чтобы, да, политики скажем так, не сильно расходились. Вообще, если честно, это очень немножко похоже на Trust Regions, всевозможные, которые там терпо-попо. Вот. Но это такое некоторое скажем так, out of school. У меня не из дивана. Можешь пояснить поподробнее про importance sampling на полисе градиенте все-таки? Вот почему именно такая должна быть коррекция, почему она работает с теоретической точки зрения, почему вот эта вот формула дает оценку на градиенты? Ой, блин. Знаешь, я использую здесь замечательный трюк, об этом лучше прочитать в статье. Ну, об этом действительно лучше прочитать в статье, потому что я не хочу перебрать. Если можно. То есть, короткий ответ как бы очевидно. Длинный ответ. То есть, если мы распишем от ожидания, то у нас плотности и мюл сократятся. Пи, плотность пи уйдет от ожидания. Понятно, да, понятно. Будет ожидание просто по той политике, которую мы оптимизируем. Несмотря на то, что сэмпл у нас приходит из другой политики. Да, понятно, если там... Но это, кажется, учитывает только разницу между действиями в XS конкретном, но не разницу в том, что у нас будет другое распределение по посещенным состояниям. Ну... Парам-парам-пам. Ты имеешь в виду, ошибка при длинных траекториях будет накапливаться? А, в принципе, должна. Ну, то есть импотан-сэмплинг, он учитывает только разницу между политикой в состоянии XS, но не учитывает то, что старая политика посещает другие состояния. Должна посещать, чем надо. Если расписать эту формулу как бы на все шаги, то есть произведение пишек, снизу будет произведение мюшек, то все будет четко, потому что у нас вероятности перехода между стейтами будут одинаковые, все, что отличается, у нас только политики. Вот. Для одного шага я сейчас так не могу сказать. То есть, скорее всего, мы где-то там что-то, на что-то закрываем глаза. короче, в какой статье прочитать вывод всего этого добра? Не, ну на самом деле просто читаешь импалу, в импале очень много действительно любопытного добра. Ну, то есть, вот то, что они это напридумали в 18-м году, оно дальше очень хорошо сошло. Я про импалу поясняю, именно почему импорт ансамблик должен быть именно такой? Она точно поясняет за витрейс. Там прям отдельно так, ну не полстранички, но все-таки описано. Про витрейс, господи, про импорт ансамплинг вероятно тоже. Ну, открывал я ее просить и давно. Вот. Импорт ансамплинг они и правда не вводили сами, и он был еще до них, так что я не уверен, что там точно это будет. Придется, наверное, искать что-то более старое. Вот. А про переход между состояниями и отличия в распределениях, то мне кажется, как бы проблема вообще фундаментальна и находится в том моменте, когда мы переходим от распределения стейтов по тому, как наша политика ходит, к оптимизации по тому распределению, который находится у нас в буфере реплея. Там уже как бы другое распределение, и я не встречал работы, которая объясняет, почему мы как мы теоретически это обосновываем. Это и роль. Ну, утрирую, конечно. Так, ну и в принципе, вторым нововведением Непалы был именно Vtrace, поправочка для нашего таргетов, для нашего критика. Опять же, это та штука, которая пошла и дальше, и действительно, что можно вынести из Непалы, Vtrace, это некоторая general вещь, которая позволяет вам корректировать лаг между политикой, которая у вас есть сейчас, и политикой, которая собирала эту труктуру. Собственно говоря, специально даже проводили авторы эксперимента, без корреляции у нас как бы Непалы ну, в принципе, работает местами, иногда. С корреляцией ну, она просто работает. Как бы вывод очевиден, используйте Vtrace. Думаю, а, так, ну что это такое, думаю, продажа удалась. Так вот, и это, в общем, был уже, получается, 18 год, начало, выпустили Непалы. Также, что довольно интересно, в 18 году выходит свет Apex. это, по сути говоря, правильная архитектура того, как надо распараллеливать DQN, DTBG, вообще, все off-police алгоритмы с, опять же, очень похожими абстракциями, идеей и прочим-прочим. Ну, вообще, off-police алгоритмы, они как бы максимально предрасположены для того, чтобы их распараллелировать, просто by design. Что у нас было здесь? У нас был, опять же, один вот этот лернер, задача которого была просто брать батчики и прогонять через сеть, максимально утилизировать загрузку в GPU, чтобы уменьшать свою ошибку и, в общем, оптимизировать сетки. У нас было куча акторов, задача которых была просто взять какую-то сеть, за счет того, что это off-police можно было брать любую, по сути говоря, сеть, и играть в игру со средой, сэмплировать траектории, вот это все. Все эти траектории, ну, весь этот experience после игры отправлялся в один здоровенный какой-то там такой буфер, из которого потом лернер брал еще больше экспириенса и вот в случае Apex еще дополнительно реприоритизировал то, что было в реплее, потому что в Apex использовали специальный distributed prioritization buffer, ну, то есть, как prioritize experience replay только в случае, когда у нас все upscale. Опять же, за счет того, что это было, ну, это off-policy learning, off-policy learning, как вы понимаете, обучается чисто на транзакциях, ему все равно откуда пришел опыт. Ну, вот это, скажем так, мета-архитектура, она хорошо зашла как для DPN, так для DDPG, так, ну, короче, как для дискретных, так и для континус action-spaces. Также это, в принципе, подходило и для всевозможных улучшений DDPG, VDSAC, T3 и прочее, прочее. То есть, это было независимо от других трюков, которые можно было приложить для архитектуры сети, для улучшения всего, скажем так, лосса сети и прочее. Здесь важное дополнение было следующее, в том, как они использовали Prioritized Replay. Так как статья, если не ошибаюсь, была DeepMind, у них были проблемы белых людей, у них количество акторов было столь большое, что в Replay приходил постоянно, был огромный поток новых данных. Как вы помните, в Prioritized Experience Replay, когда к вам входят новые данные, вы даете максимальный скор, декор, чтобы сеточка, ну, да, текущий DQ, посмотрела на них и оценила там разницу предиктов, оценила значимость того, насколько вот эта тронзакция нам интересна, насколько сильно мы в ней, скажем так, ошибаемся. А можно про Prioritized Replay тогда, краткий рассказ, для тех, кто не шарит? А, давай, Prioritized Experience Replay. Ну, краткая идея очень простая. У тебя есть обычный Replay, да, вот так вот, там, как бы, скажем так, S, A, S+, T и прочее храница. Ты, по сути, можешь, когда ты берешь и делаешь трин-степ, можешь посчитать дельту ошибки. Ну, можешь посчитать тут просто лосс. Скажем так, ты можешь посчитать, какое значение Q предсказала твоя сеть и какое там значение Q в реальности оказалось. Ну, по сути, ты можешь посчитать на самом деле в реальности или оценочку? Оценочку. Ну, короче, тебя интересует, скажем так, ошибка. Да, ты можешь на самом деле, давайте забьем на Q, ты можешь просто посчитать ошибку и эту ошибку записать как такой приоритет. Ну, то есть, смысл в чем, что нам интересны те, кто с акцией, в которых мы больше всего ошибаемся, потому что они содержат больше всего информации. То есть, зачем нам, когда у нас, не знаю, миллион сэмплов, постоянно сэмплить что-то, где мы и так уже хорошо знаем, и там градиенты вообще не текут. В чем смысл? Поэтому придумали Priority Experience Experience в QA, где взяли за, скажем так, приоритет вот этот лосс, дальше ты используешь ненормализованный, ты его можешь ненормализовать, скажем так, на весь датасет и сэмплирует по вот этому уже распределению. Прикол в чем, что тебе надо как-то посчитать этот лосс. То есть, тебе надо эту транзакцию взять, прогнать на ненесеточку, сделать некоторый степ и посчитать. Проблема белых людей. Если у нас, например, буфер 10 миллионов, приход таких новых данных у нас а-ля какие-нибудь, если не ошибаюсь, у них было 64 тысячи сэмплов в секунду, то у нас, скажем так, весь наш replay-буфер забивается примерно в момент. И если мы в этом сетапе будем использовать, скажем так, вот этот прогон сети по новым данным, вся наша сеть просто весь наш лерн сведется к тому, что нам постоянно надо смотреть на новые данные. Постоянно смотреть на новые данные тоже не то, чтобы хорошо. Ну, то есть, иначе мы можем иногда слишком переобучиться на то, что у нас есть сейчас. Иногда нам все-таки надо смотреть, что у нас было до нас. И здесь они предложили следующую вещь, что, в принципе, у нас на Актере уже есть некоторая сеть, давайте мы на ней же и будем считать этот самый дельту ошибки и записывать ее в Replay сразу. Вот. Это, в принципе, скажем так, их перепродумка того, как сделать Distributed Prioritization. То есть, вместо того, чтобы оценивать приоритеты через вернер, давайте оценивать приоритеты через Актер, так и так сети там есть. А это в полисе не столь критично. Ну, и, в принципе, действительно не столь критично. Если я не ошибаюсь... Слушай, а можно вопрос? Почему не столь критично? Ведь, если ты повесил на транзакцию старый лосс, потом шагнул по градиенту, у тебя теперь сетка хорошо прогнозирует эту транзакцию, а, ну, например, там отвалились какие-нибудь старые транзакции, какие-нибудь 10-летней давности, а на них все еще висит маленький лосс. Ну, то есть, кажется, что если ты разными нейросетками делаешь, считаешь лосс, то можно попасть в бросок. Мне кажется, здесь разница в понимании заключается в том, что, смотри, в Актере, кажется, нет никаких обновлений, и кассетка не учится в Актере, и шаги по лоссу в Актере не делаются. Поэтому, когда актер генерирует экспириенс, он сразу же считает ошибку, записывает в реплей буфер экспириенс вместе с ошибкой из Актера, а потом Лернер уже дообучается на этом всем. Вот. Так что, возможно, конечно, в реплей буфере будут протухшие приоритеты, но протухшие приоритеты не очень страшно. Да, я понял, что вот такая схема именно про протухшие приоритеты говорил, то есть, что мы можем на шпаке обучаться. Слушай, я, честно скажу, я запускал вот, ну, под разные компетишены, вот этот вот сетап, конечно, не на мощностях Defined, потому что у меня нету 5000 GPU и прочее, там, из серии на 3 ведюхи и на 80 процессов. Yes. Сирия, не надо так. Я запускал это вообще без приоритетов, просто с обычным реплей буфером. И даже в этом сетапе тебе, как бы, в полисе лернинг он работает, ну, как бы, хорошо, черт возьми. Там, у меня, например, скажем так, на моих домашних экспериментах вот эта вот приоритизация, она, скажем так, давала даже худшие результаты, просто за счет того, что тебе надо было считать эти приоритеты, и тогда ты сэмплировал в лернер с меньшей скоростью, лернер как бы обучался с меньшей скоростью, в итоге десяточка сходилась медленнее, скажем так, видела не все многообразие экспириенса, получалось хуже. Ну, то есть, скажем так, то, что у нас в момент попадания в реплей буфе могут быть немного протухшие приоритеты, оно не критично. скажем так, ну, это вообще замечательно в полисе, тут потом будут интересные улучшения, сейчас на следующем слайде послушаю, так, который уже с демонстрациями его используют, но здесь и еще было одно дополнительное, скажем так, улучшение всей этой архитектуры, это вот этот вот знаменательный, красивый R2D2. Это как раз, опять же, вышел он, по-моему, тоже в 2018 году, через три месяца после Апекса, и, по сути, единственное улучшение было в том, что они дали возможность использовать рекуррентные сетки в этом сетапе. Ну, то есть, в чем здесь была сложность, что восстанавливает, скажем так, как я уже говорил, вот этот hidden state сетки в off-policy сетапе задача весьма нетривиальная. И в R2D2, с учетом того, что, по сути, все, что они добавили в артишку RNN, также добавилось огромное количество трюков, хаков и прочего добра на то, как именно обучать RNN-ки. Ну, то есть, давайте порисуем, потому что, скажем так, это out of scope, но все-таки кажется интересно разобрать. Можно еще вопрос? Серег, я говорю, что разбирал на позже лекции. Брюки для R2D2. Тогда разобрано. Тогда, вот, смотрите прошлую лекцию. Небольшой вообще вопросик, связанный с рекуррентками. А нафига нам восстанавливать hidden state? Так ты же, у тебя есть, ну смотри, у тебя есть сетка, она содержит, ну, чтобы иметь правильные оценки по QValue. Ну, ты же можешь сделать еще один просто forward pass. Нет? А, из чего ты? Ну, смотри, у тебя как-то есть. А, типа начальный state, который был в самом начале траектории? Да, вот, в самом начале у тебя, вот здесь, например, давай, у тебя вот это st, st плюс 1, и когда на самом деле играла, здесь был какое-то состояние hidden. Этот hidden, на самом деле, был благодаря вот этим ребятам. это раз. И во-вторых, еще за счет того, что это в полисе, веса в LSTM-ке твоей как-нибудь, или вообще любые RNM-ке, они, блин, поменялись. На самом деле, здесь поменялся, скажем так, тот hidden state, который будет рожден этой LSTM-кой. То есть, и ты даже этот hidden state не можешь сохранить, потому что он будет невалиден. Можно еще один момент? Ну, насчет вопроса, зачем, ну, можно же по форму пасам пройти, но даже в R2D2 они брали, и у них там burn-in был 40, и градиенты они проводили тоже на 40. То есть, вообще, они брали под последовательностью длины 80. А если ты хочешь иметь хороший прямо этот, и правда, можешь прямо с начала эпизода там до любого куска дойти, но у тебя могут быть эпизоды длиной несколько тысяч шагов. это скорее вопрос эффективности. Ты можешь, да, без градиентов пройти до любого куска с самого начала эпизода, но возможно, просто это лишний раз ты сжигаешь вычислительные ресурсы. Да, но в общем-то... Может быть какое-то улучшение, но незначительное. Ну, видимо. В R2D2 была немножко ужасающая схема сэмплинга, потому что на то, чтобы провернуть вот одну вот эту маленькую тронзацию, они брали весь экспириенс за 80 шагов. Сначала прогревали 40 шагов RNN-ку, скажем так, чтобы получить начальный hidden state, а потом еще 40 шагов ее догревали, чтобы в итоге получить предсказание для следующего состояния. Ну, и пускали здесь градиент. честно, из моих личных экспериментов воспроизвести R2D2, ну, что-то не удалось, потому что просто за счет вот такого очень неудобного сэмплинга это обучать становится примерно невозможно. Ну, то есть это просто дико медленно. Вот. И в тот момент, когда ты можешь все делать фитфорвард, и, например, вместо того, чтобы взять LSTM-ки брать просто последние, я не знаю, 12 шагов, не знаю, конкатинировать или по-другому агрегировать, работает, но это лучше. Ну, это опять же с дивана не на уровнях DeepMind, да, 3GPU и 80CPU. Так. Да. Ну, и в принципе вот эта схема, она такая каноничная, что ли, и самая понятная, что ли, случая для Policy Learning, потому что здесь у каждого абстракции есть одна своя выделенная задача. То есть Learner это просто вещь, которая сэмплирует вечную бачи из данных и молотит GPU настолько, насколько этому возможно. Акторы это просто маленькие такие CPU-based товарищи, которые берут сеточку и просто играют в середу, и реплей, который можно в принципе заменить на какую-то базу данных, чтобы все это хранить. Такое самое каноничное разбиение по конечным направлениям использования. Так. Да. Ну и, собственно говоря, за перформанс и почему Apex сакфрош. Вся сила нормального распределенного RL и некоторое количество сравнений. Ну, то есть, вспоминай, у нас был в 13-15 году DQM, он обучался 4 дня, получал вот какой-то Human, Average Human Score на этих отталях игр. У нас дальше вышла Горилла, которая в два раза плюс-минус сократила время, но ценой 100 машин. Дальше у нас был ряд улучшений именно алгоритмических, а не архитектурных, инженерно-архитектурных типа приоритизированных DQN, типа Distributional DQN, как это лучше сказать? Distributional DQN или совместить всю эту радость в сборную Солянку и рейнболл. И собственно говоря Apex, который сейчас ну-ка я не помню использовали все использовали они все трюки, по-моему там что-то было максимально DQN-образное, главное нововведение было именно вот такой скейлинг, ну и скейлинг был в принципе неплох, скейлинг был на прости господи 360 акторов, который просто за счет такой хорошей утилизации ресурсов, ну как на порядок в принципе позволил все это обучать, ну в разумные для человека сроки а-ля день, ну или три. А можно пожалуйста рекап разницы между Apex и Gorilla у меня не возникло ощущение что я понимаю за счет чего такое улучшение огромное. Да, смотри, у тебя в Gorilla было много проблем, в Gorilla у тебя постоянно синхронизировались веса между актером и лернером. Сейчас. То есть вот я за что не очень люблю схему Gorilla. Тебе постоянно приходилось ну то есть смотри в 15-м году по непонятным причинам с учетом того, что это в полисе лернерник. Они почему-то постоянно синхронизировали вот эту сеть между всеми абстракциями. Между лернером, между актером, там параметр сервера. Это первая такая вещь. Вторая вещь это то, что здесь они ну лернер хоть считал loss и считал градиенты, он их не применял. Он отправлял эти градиенты на какой-то общий параметр сервер, где они применялись. И это как-то понимаешь еще замедляет все это дело. Ну то есть у нас появляется тот факт, что нам надо вот здесь синхронизировать, вот здесь синхронизировать, вот здесь синхронизировать. В общем, в итоге, вместо того, чтобы мы обучались, мы то и дело постоянно что-то синхронизируем. Ну еще вот здесь раз в энное количество эпох, надо тоже синхронизировать. если смотреть на апекс, то здесь синхронизации нет вообще. то есть единственная синхронизация, что когда актеру понадобилась сеточка, чтобы действовать, он берет и отправляет запрос, дай мне какой-нибудь сет, я буду собирать ей опыт. Все. Дальше он насобирал траекторию, отправил в буфер. взял новые веса. То есть синхронизация минимальна в этом сетапе. На самом деле есть что улучшать, но значительно уменьшили количество синхронизаций и прочих вещей, которые в вов-полюсе тебе реально вообще не нужны. Понятно ли? Ну то есть уменьшение синхронизации плюс досыпали приоритайз реплей. Опять же смотри, из чисто моих экспериментов я выбросил приоритайз просто ускорив обычный реплей буфер, чтобы из него сэмплировать быстрее. Здесь именно архитектурно решение корректно, что каждый из этих абстракций выполняет ровно одну свою роль и не занимается какими-либо дополнительными накладными расходами. то есть реально здесь в этом сетапе можно сделать даже вот так. То есть и вот так. И у тебя еще проще получается. То есть у тебя лернер просто смп играет из реплей бафера, из лернера в актеры попадают в висай, из актера в реплей бафер попадают в территории. все. Nothing special. Ну, это вроде чисто инженерные улучшения. Если без них, то Apex и Gorilla, допустим, как они по количеству потребленного экспириенса отличаются вообще или нет? Ну, смотри, у тебя по количеству потребленного экспириенса что ты имеешь в виду? В смысле если нарисовать график не от тренинг тайм, а от фреймов? Как он будет выглядеть? от фреймов? здесь? Не ошибаюсь. Да, они вряд ли будут рисовать? Нет, типа, это картинка от Apex, и Apex тут бы был, короче, там, справа на стене где-то. Слушай, ну, это называется sample efficiency, и distributed RL, он не про sample efficiency, он не про то, как быстро ты будешь. предыдущий вопрос вот конкретно был про Gorilla versus Apex, и вот, типа, в этом разрезе, как они сразу. Смотри, надо, не, мне кажется, Apex, сейчас, давай подумаем, ну, смотри, у Gorilla на самом деле, прости господи, тоже было 100 машин, вот. просто из того, что ты говоришь, кажется, что пришли чуваки, как бы сделали нормально, и у них заработало гораздо лучше, вот, ничего не меняли, особенно. Но, слушай, я тебе вот честно скажу, вот, Apex setup, не знаю, что он назывался, Apex, использовали еще в, на первом learning tour, ранее, вот, по-моему, он был в 17-м году, там, идея-то очень простая, это off-policy, и off-policy все равно, откуда брать опыт. То есть, ты просто берешь, как бы, один learner, у которого даешь возможность, не знаю, как-то подгружать мой этот опыт. Кстати, вот тут у меня тоже есть вопросы, потому что это уже не совсем off-policy получается, потому что там такие бешеные скорости в генерации экспириенса, то есть, я считал, допустим, Rdata 2 генерирует, там, в секунду n сэмплов, а learner достает из реплея, по-моему, 70% из этого объема. То есть, как бы, 30% 100%, не рассматриваются учителем. Как бы, с какой скоростью там обновляется этот буфер, тоже очень быстро же. Ну, смотри, опять же, мне кажется, небольшие проблемы белых людей, но, то есть, если у тебя столько GPU и машин, и серверов, что ты можешь позволить себе такой поток данных, то я вообще не уверен, что это в полисе нужен. Но за счет того, что экспериментировал с этим learning to run довольно долго, а там была замечательная ситуация, что среда была очень-очень медленной, вот там не было такого, что, знаешь, поток еще данных, вот там был вот такой маленький ручек, то там все это распараллельивание, ну, работает на ура. Но там ты правильно в принципе заметил, за то, что надо следить за вот этими параметрами по притоку новых данных и прочее. Их я как раз хотел упомянуть и тоже упомянул попозже. Ну ладно. И, как вы понимаете, возвращаясь к нашим парам, у R2 D2, у R2 D3, вообще у Apex есть простое такое дополнение в виде того, что, о боже, это можно использовать с демонстрацией. То есть, вместо того, чтобы использовать только тот буфер, который нам сэмплит куча авторов, мы, в принципе, также можем подключать какое-то количество демонстраций и обучаться еще и на них. Ну, опять же, с каким-нибудь там сэмплингом. Что нам интереснее, скажем так, то, что мы наиграли или то, что у нас где-то есть. Небольшое его улучшение. Я не сказал бы, что прям значимое, но любопытно, что да, так можно. Так, в принципе, офф-полисе и имитейшн лернингу у товарища Сергея Левина есть одна очень замечательная статья, как можно через офф-полисе лернинг получить статалл для имитейшн лернинга. Но название я ее, конечно же, забыл. Вот. Если кто-то помнит, буду рад, если подскажете. Идея там была очень простая, что можно просто по сути своей занулять все реворды, которые у нас есть в демонстрациях и не переучиваются на чисто них, а переучиваются только на дельты наших, на разницу наших предсказаний. Ну, ладно. Что такое демонстрация, можно сказать, объяснить? экспертные траектории, типа. Да-да-да. Ну, то есть, это просто какой-то накопленный уже нами опыт, которому мы, скажем так, хотим учесть, которому мы, можно сказать, хотим соответствовать. Понятно, спасибо. Так. Ну, и, в общем, мы с вами радостно рассмотрели все это машинарио. Вот. И сейчас давайте перейдем к, ну, все это, можно сказать, уже старое, забытое, но вот, 19-й год, а сейчас 20-й, по меркам ореля прошло столько времени, что дай боже. Что-то должно было выйти новое по-любому. И, в принципе, да, вышло. То есть, вот товарищи из Google Research, даже не DeepMind, да, что самое интересное, в конце 19-го, но с поправочкой в 20-й год, выпустили новую статью, Citroën, Citroën, в этой статье они не привнесли, скажем так, опять же, каких-либо архитектурно-эральных вещей, они привнесли именно архитектурно-хардварное нововведение, ну, то есть, архитектура с точки зрения дистрибитов и реального. В общем, в чем смысл? Вот здесь у нас картиночка, то, как работает, ну, взяли они за основу Impala, потому что, опять же, если вы вспомните, как выглядит Impala и как выглядит Apex, они максимально похожи, то есть, у нас есть Learner, задача которого откуда-то, ну, из replay-буфера, из текущего стека траекторий брать experience, обновлять модель. У нас есть акторы, которые получают параметры, играют в игру, собирают всю траекторию и отправляют на Learner. И, собственно говоря, здесь провели чисто ряд именно инженерных улучшений. В чем, скажем так, проблема этой архитектуры? Несмотря на то, что она максимально дженерал, она очень канонична, она, скажем так, имеет правильные абстракции, есть ряд недостатков. То есть, первый недостаток, что актор это обычный был некоторый выделенный процесс, который работал в режиме, скажем так, ну, который имел обычно одну среду и что, ну, то есть, работал с, что называется, бачсайзом единичком. Как вы понимаете, когда у вас бачсайз единичка, ни о каких GPU-бэйс, скажем так, решениях думать приходится, то есть, акторы стандартно, ну, по-моему, примерно здесь, использовались чисто на CPU. То, что у нас все акторы на CPU, то, что мы этими актерами как раз-таки сэмплируем весь наш опыт, порождает нам следующую проблему, что мы не можем использовать большие сетки, потому что мы работаем на CPU. Если мы будем работать на CPU большими сетками, наш experience collection, он будет медленным. И более страданий, если наш experience собирается медленным. в on-policy сетапе это может быть еще не так страшно, в off-policy сетапе это может быть ужасно в связи с тем, что акторы будут медленно доставать нам опыт, а лернер, который на GPU будет молотить во всю мощь и просто переучиваться на весь тот experience, который у него есть. Неэффективно. Также за счет того, что BCHS как-то не совсем эффективно используются эти ресурсы. И еще одно очень интересное и правильное проблему они заметили, что вообще это довольно очевидно. У нас скажем так, как можно было еще улучшить гориллу? Вот горилла вечно что-то синхронизировала, отправлял ингредиенты и прочее. Неудобно. Сейчас, казалось бы, лернер все, что делает, это отправляет параметры и принимает траектории. Казалось бы, немного. Но я укроюсь в деталях. На самом деле параметры и сеточки у нас очень небольшие за счет того, что это цифру вообще небольшие и, скажем, там, не знаю, весит какие-нибудь 2 мегабайта, потому что там, не знаю, две маточки условно. Если посмотреть на то, из чего состоит траектория, траектория состоит из полного эпизода проигранной игре. Если мы говорим про какие-нибудь Atari с картинками и прочим-прочим, то, представляете, вам надо отправить, например, тысячу картинок обратно. и тогда, скажем так, с учетом того, что параметры весят 2 мегабайта, а траектории могут весить до, ну, в общем, 100 мегабайт больше, это вполне спокойно. В итоге, скажем так, огромное количество времени тратится именно на передачу каких-то вот этих вот траекторий, что, кажется, не совсем то, что нам интересно. То есть, ценно тут всего лишь вот эти параметры. Они имеют как бы важность для нас. Так вот. Ну, и опять же, чем это еще плохо? Ну, смотрите, скажем так, если мы запускаем какие-либо домашние эксперименты на своих маленьких серверчиках, у нас все происходит внутри машинки, мы не видим какую-либо нагрузку на сеть. Если мы говорим, что у нас как бы домашний DeepMind, мы запускаем это на кластеры, то, представляете, каждый актор, а их там, если вспомнить, было 360, должен посылать вот эти вот 100-мегабитные траектории на Лернер, который находится, например, на другой машине. Все, на самом деле, банально упирается в пропускную способность нашего железа. Вот. Что не очень-то приятно, и как-то делать, надо решать. собственно говоря, была придумана несколько иная повернутая архитектура. Состоит она в следующем, что давайте посмотрим на это дело немножко иначе. Давайте еще больше упростим наш сеток. То есть, да, у нас есть все тот же Лернер, у нас есть все тот же актер, но давайте сделаем больше вопроса. Давайте вместо того, чтобы актер брал веса и сам играл всю эту траекторию, давайте упростим задачу, давайте актер будет иметь только, скажем так, инстанс среды, он будет отправлять некоторые обсервейшены от среды на Лернер по gRPC или другому протоколу взаимодействия между серверами и микросервенсами. А Лернер это дело будет накапливать в очередь, да, в Q. Дальше, за счет того, что у нас много акторов, там, соответственно, много накапливается, много запросов одновременно приходит, эта очередь заполняется, мы можем вместо того, чтобы обрабатывать по одному примеру, обрабатывать сразу, скажем так, энное количество примеров, то есть бачсайз в каких-либо примерах мы их прогоняем, получаем наши экшены, отправляем обратно на Лернер. Что в итоге получается? Что они пофиксили? Ну, во-первых, в этом сетапе упростили актера, то есть ему не надо было содержать какие-либо, например, дополнительные зависимости для гоняя сеточек, во-вторых, уменьшили нагрузку на сеть, в принципе, в-третьих, позволили, ну, за счет того, что все было пересено на Лернер и была включена вот эта самая бачевая обработка, это все дело ускорилось. Ну, то есть это раз, а во-вторых, за счет того, что у нас уже есть бачевая обработка, мы получили замечательную возможность использовать GPU, потому что Лернер это чисто GPU-бэйс решение, то есть актер все еще CPU, он совершенно маленький, он в этой реинкарнации может запускаться хоть на кофемолке, вот, его главная задача всего лишь что-то брать кадры и с Эдди и отправлять. Лернер как раз выполняет всю эту задачу по поводу того, чтобы делать inference-модели, обучение модели, собирание траекторий, ну, из набора этих транзакций и прочее, прочее. То есть вся логика теперь на Лернере. Ну, и опять же, они тут прорекламировали протокол GPC, ну, тот же самый RPC, только с протобафом, по сути, для минимизации, скажем так, количества передаваемых вот здесь данных. Просто их правильное ужимание. Вот, nothing special. Но главное, опять же, что получили? Мы получили возможность обучать на GPU, мы уменьшили нагрузку на сеть и прочее, прочее. так. Ну-ка, посмотрим. Я... Нет. К сожалению, somehow я не помню за сравнение. Это странно. Но, в общем говоря, вот эта вот текущая архитектура чисто дистрибьютор Тиреля, это такое state of the art и то, что было рождено прогрессом как, в принципе, микросервисов, так и протоколов взаимодействия. и то, что позволяет вам максимально быстро утилизировать все ваши доступные ресурсы. Вот они, конечно же, что самое приятное, в принципе, они даже open-source и все это дело. В качестве примера они имплементировали алгоритм Impala и алгоритм R2D2. Ссылочка могу скинуть после реакции. Но, думаю, если загуглите с хитерой, быстро найдете под гугл и ресерчем. И это, скажем так, то есть, почему имплементировали Impala и R2D2? Потому что Impala, как мы помним, это on-police алгоритм, а R2D2 это алгоритм off-police. И то есть, благодаря двумим имплементациям доказали, что вся эта их инженерная архитектура, она работает и для того, и для другого случая. Ну и в принципе это логично, потому что если мы посмотрим на то, какая архитектура упала, какая архитектура в Apex, они по сути одинаковые, за исключением того, что у Apex есть еще replay buffer. Ну и в принципе опять же, в этом же кейсе, если вам нужен replay buffer, вам или например рекуррентное состояние, вам никто не запрещает хранить их на лернере и скажем так, обучать в этом сетапе. То есть, по сути, просто вся логика за то, за все сложное и непонятное, она перенеслась на лернер, а такой быстрый, бодрый молодежный актор минимизировал свою задачу просто по тому, чтобы играть со следой. собственно говоря, всех призываю вот пользоваться скажем так, вот этой архитектуркой, как скажем так, тем, к чему мы шли по сути, что 7 лет, потому что это объединяет себе идеи как Impala, как Apex, ну R2, D3, скажем так, не так интересно, но все-таки там работает и рекуррентность, что довольно важно, и главное, но в принципе, ну, не то, чтобы сложно, то есть на самом деле, скажем так, если посмотреть на весь этот прогресс, то, что происходило, это постепенное упрощение этих абстракций до таких совсем базовых вещей. Так, да, ну и говоря про всевозможные разные имплементации, так, или давайте поговорим за CDRL. Давайте вернемся на слайды. Anybody? Anybody? Ну ладно, положим. Ну, то есть, опять же, CDRL, мне кажется, скажем так, импала вид сбоку. Хотя, надо опять же заметить, что от импалы небольшое, скажем так, различие есть. в импале мы, когда актор играл в среду, у него были одни и те же веса, и там делался витрейс и прочее. В CDRL, когда актор играет за одну траекторию, у него, в принципе, могут веса поменяться. Это, скажем так, то единственное отличие от импалы, которое есть. Опять же, в этом всем используется витрейс и прочее, прочее. Ну, то есть, все наработки импалы только объединенные и еще больше упрощенные. Так вот, говоря, за имплементацию. Я так понимаю, в основном, как бы, идея это не в том, чтобы менять обучение, а в том, чтобы инженерно как раз решить, как развязать все это более оптимальным образом. И, типа, в зеленом прямоугольничке может происходить что угодно, что умеет обучаться каким-либо образом. Здесь реально все, что произошло, это еще больше максимального упрощения. Ну, и это чуть больше теперь, ну, короче, это прям вдохновлено вот этой микросервисной архитектуры, что у тебя есть одна какая-то нода, к которой можно стучаться, и она там предиктит, инкупсулирует себе всю свою логику, и есть куча акторов, которые такие простые, и задача их максимально упрощена. Слушай, вопрос не в кассу. Смотри, представим очень глупую абстрактную ситуацию, в которой ты обучаешься в стиле Model Based RL, у тебя есть нейросеточка, которая прогнозирует среду, ну, то есть абстрактимирует ее. Среда картиночная, тяжелая, это все на ГПУшке происходит, но при этом ты не пользуешься никакими ништяками Model Based RL, и ты используешь нейросетевую среду, чтобы на ней учить обычный алгоритм RL, ну, типа, ты на нем хочешь обучить дикое стандартное. А насколько будет умно воспользоваться CDRL, в котором акторы будут жить на ГПУшках, а все остальное будет происходить точно так же. Ну, учитывая, что вот среду ты не можешь в ЦПУ запускать. Ну, то есть, я правильно понимаю, что у тебя просто среда, она GPU-based. Ага. То есть, она требует рендеринга, там, картинечек и прочее. Ну, почти. Ну, смотри, я... Ну, вообще, это очень правильный вопрос, собственно, что еще они подчинили вот этой архитектуре, что, ну, просто сейчас делаю важное дополнение, что иногда среды, они были не очень friendly, назовем его так, к параллелизации. Вспомним ту же самую Unity или еще какие-либо среды, а-ля Mine и Rally, вот распараллеливание которых, это та еще боль. Особенно, ну, и комбинация их с нейросетками это отдельная боль. Вот, и хоть такое упрощение, оно немножко позволяет сделать вашу жизнь проще. Ну, а в твоем кейсе, не знаю, мне кажется, вполне себе нормально зайдет, если ты просто кучу актеров запустишь, например, на первый GPU, а Lerner просто на второй, ну, если у тебя есть DGPU, я думаю, у тебя они есть, и будешь так обучать. Ситер Элли ребята даже код выпустили, и даже на Тензорфлоу второй, в Тензорфлоу втором, вот, Atari, по-моему, играли, вот, поэтому можно даже сразу попробовать применить для картиночек. Ну, то есть, с инженерной точки зрения Ситер Элли мне прям очень понравился, потому что, ну, правильные упрощения были сделаны. Ну, ну, и... Спасибо, говорю. А, вот. Ну, и заимствовать, что нужно такого модного, современного из Impala засовывать в Lerner. Ты сказал, что там используется VTrace, там используется Policy Correction. в смысле, это все используется только для того, чтобы с ReplayBuffer правильно общаться, а так, в целом, это, ну, вот, вся эта архитектура, на самом деле, очень похожа на то, как сделано, как это называется, в Baselines, в OpenAiBaselines, есть врапер для инвайронентов, который спавнит каждый инвайронент в отдельном процессе. VECN? Что? VECN? Дистрибьютор VECN, по-моему. Subprocess VECN. Возможно, да. Вот, вот это, по сути, то же самое, только оно не Subprocess, а Other Machine VECN. По сути, да, ну, здесь, как бы, чем красиво, за счет того, что это микросервисы, ты действительно можешь, ну, то есть, это, в принципе, было и раньше, ты можешь вот этих акторов и размножать вообще на отдельных машинах, вот, и связывать просто за счет, как бы, сети, learner и общаться. Здесь просто сделали проще. Ничего проще. Вот. И, вот, про штуки из Ampala, здесь, в Chunkate, здесь ты, если у тебя on-policy, ты можешь вообще не использовать ни replay-буфер, ничего, вот, ты просто сразу обновляешь модель. Если у тебя есть replay-буфер, он, в принципе, хорошо уменьшается в learner. Все замечательно. Так, ну и, собственно говоря, вот в этой архитектуре зачем от Ampala correction? То есть, я так понимаю, здесь correction же, каждый момент, когда приходят action в среду, они приходят, как бы, ну, тут можно условно и одну модель это сделать, она просто по всему этому, или имеется в виду, что одна модель делает вот этот batch and clear, а вторая модель в это время не оптимизирует? Нет, смотри, они как раз в чем как там difference, разница от Ampala, в том, что в Ampala у тебя вот трейнер, вот актер, вот происходит так, здесь происходит траектория, выплевывается траектория, давай T1 писать, и здесь A1, как бы модель весов, здесь T2, здесь, соответственно, A2, это Ampala. Если говорить про CDRL, у тебя есть трейнер A1, и на самом деле предсказания идут вот здесь, то есть у тебя момент, когда, скажем так, два предсказания, веса не менялись, здесь уже могли веса обновиться, и за одну и ту же траекторию у тебя могли играть по сути своей несколько версий сети твоей, немножко, скажем так, измененной, но все-таки. Вот, это разница от Ampala. И в тот момент, когда вот в CDRL тренер с два алгоритма от Ampala, вот, с небольшим таким различиям, Air 2D2, и, в принципе, как и в Ampala оригинальной, так и в CDRL Ampala, там было использование вот это VTrace коллекция, когда ты проиграл всю траекторию, вот эту вот, сейчас, где, вот здесь вот, они совмещались, континерировались в итоговую траекторию, там уже кидалась эта модель с VTrace, и прочим, прочим, происходили обновления, и вся красота. окей, понятно. То есть, все равно нужно какое-то траекторию, просто, как бы, его надо делать меньше, чем обычно, как и на самом, потому что... Не, VTrace, это прямо мастер-штука, ну, то есть, она тебе хорошо убирает вот этот временной лаг между градиентами, которые сэмплилили твою политику, господи, весами, которые сэмплили твоей траектории, весами, которые у тебя есть сейчас. Вот, так что, вот, что прям годного и хорошего из Ampal, это VTrace. Вот, из Cedar-Rale, в принципе, что годного и хорошего, это сама вот эта архитектура, именно инженера. Вот, и совместно, в принципе, они все красиво использовали в СССР и получили ее. Получили ее. К сожалению, я почему-то не предложил результаты. Получается. Так вот, говоря за имплементацией и прочее, прочее, ну да, конечно же, куда без этого. В общем, есть разные фреймворки, где можно попробовать все это дело. Единственный нюанс, нету нигде имплементации Cedar-Rale, Cedar-Rale архитектуры, кроме самого Cedar-Rale, поэтому you're welcome to start your framework и занести, например, в его open-source Rale-list. Всем рекомендую. Но еще, скажем так, на память, что интересного можно заметить во всем этом дистрибьюторе. когда вы занимаетесь дистрибьютором, у вас возникают очень внезапно новые гиперпараметры, которые примерно никак вы не можете учесть. Такие хардверные гиперпараметры. Например, критически важно следить за то, какое количество сэмплов приходит к вам на вот этого тренера и лернера и прочего. скажем так, приток новых данных вы получаете. И также критически важно видеть, какое количество апдейтов на этом тренере-лернере совершается и следить за этим трейдовом. То есть в чем прикол, вы можете запускать один и тот же алгоритм с одним и тем распараллеливанием и что просто на джиприлу, но из серии даже с разной производительностью этих самых цепей и с разной производительностью этих самых GPU и получать разные результаты. Просто потому, что, например, у вас цепи будут медленны, приток новых данных будет окажется многомедленным, а GPU будут быстрые и будут перемалывать новые данные много банально быстрее и ваша сеть вместо того, чтобы плавно и стабильно научиться, она просто быстро перебучится на текущие данные. А как вы помните, RL это та замечательная вещь, которую мы сами себе генерируем, поэтому возникают такие интересные косяки и нюансы, когда ты можешь сам себе выстрелить в ногу. поэтому если занимаетесь такими штуками, внимательно следите за то, какой у вас призывок новых данных, какой у вас поток, скажем так, сколько вы просто апдейт по секунду, следите уже, сколько вообще апдейтов совершил ваш тренер, какой именно вот этот коэффициент с того, сколько вы, например, на сэмплили опыту вообще, с тем, сколько апдейтов вы провели, потому что это вам позволяет, скажем так, лучше обучаться, ну, лучше понимать. В общем, есть трейдов между тем, между недообучением, когда количество новых данных столь большое, что вы не успеваете их, например, смотреть, и переобучением, когда новых данных так мало, что вы, скажем так, за 5 минут переобучаете свою сеточку в ноги, дальше она просто коллапсирует и умирает. Лизнув палец, скажу, что хорошо иметь коэффициент 8 апдейтов на транзакцию, вот, это какой-то такой от 8 до 32. Почему? Потому что белка сказала, это получено чисто некоторым опытом запусков куча разных экспериментов на Learning to Run и Learning to Movie и прочих компетишенах, где было очень сложно с притоком новых данных, зато было очень хорошо с тем, что ГПУ всегда была свободной и можно было спокойно переобучиться. Чтобы этого избежать, потребовались некоторые интересные игры с тем, как смотреть за этим кредом. Что еще интересного можно тут вынести и рассказать? что? Можно вопрос? Не совсем понял. Это от 8 до 32 фреймов на апдейтов на 1 фрейм? Да. Или типа от 8 до 32 раз fullerner должен увидеть фрейм? От 8 до 32 апдейтов по одному и тому же фрейму. То есть среднее значение. Ну, да, как вы поняли. Вот, то есть... там еще бачсайз? Нет, это вообще всего. то есть без учета бачсайз это просто от 8 до 32 раз ты должен увидеть один фрейм. Вот. Как-то его засамплировать. Ну, скажем так, для каждого фрейма ты так, конечно же, померять не можешь. Точнее, как можно, но это дорого. Вычислительно дорого. А это невыгодно. То есть, я, как уже раньше говорил, там, когда про prioritized Apex рассказывал, что у меня, например, prioritized никак не взлетел просто за счет того, что оптимизируя загрузку новых данных из буфера, можно сделать его настолько быстрым, что все будет летать и там на серии будет 8000 новых кадров в секунду прилетать, 12000 кадров в секунду обрабатываться. и на этом не надо никакого prioritized у тебя все хорошо в байдизайне в системе. Еще во всем этом distributed RL интересны такие вещи, что смотрите, у нас в общем случае архитектура следующая. У нас есть некоторые семплеры, у нас есть некоторые тренеры, у нас в принципе можно ввести такую вещь, как базу данных, которая будет выполнять роль мостика между семплером и тренером. Потому что скажем так, все, что нужно семплеру, это веса, которые в принципе можно хранить в базе данных. Все, что нужно тренеру, это траектория, которую в принципе тоже можно хранить в базе данных. И если у вас все работает на такой архитектуре, можно продлить еще более интересные вещи, но только для off-police лернинга. Вы можете обучать не один алгоритм, а сразу ансамбль алгоритмов. То есть из собственного экспириенса мы запускали например DDPG, положим это DDPG SAC TD3 с разными вариациями гиперпараметров. По такой архитектуре, то есть у каждого было свое количество семплеров, у каждого был свой тренер. у тебя вот есть три в ГПУ, ты на каждом ГПУ берешь и запускаешь своего тренера, у тебя есть порядка 40 ЦПУ, ты можешь выделить 8-10 ЦПУ на семплеры, и просто с одной базы данных, в которой хранится весь этот общий экспириенс, и там соответственно три модели. получается очень интересный кейс, когда за счет того, что это off-policy, опять же, off-policy алгоритм все равно откуда пришел опыт, но вот эти алгоритмы имеют разную скорость сходимости, у них можно добавить разный exploration, они работают действительно по-разному, и за счет этого получается такой мета exploration через ансамблирование кучи разных алгоритмов. Опять же, за счет такой схемы можно проводить интересные вещи, в серии запускать big модели, которые 5 слоев по 512 и какие-нибудь small модели, где 2 слоев по 64 все совместно, все с одной базы данных, эти ребята умеют быстро сэмплировать опыт первоначально и проходить первые 30% уровня. Эти ребята могут запоминать всю среду, но сэмплируют опыт печально медленно. В принципе, с счет того, что это офф-полис алгоритмы, все эту вещь можно запускать. Получается довольно интересно из минусов получается примерно никак не отслеживаемо. То есть в Distributed Trale вообще сложно понять, что именно сэмпл, например, где, когда он засэмплился, как он управлял и прочее. Но довольно любопытно использование всего распределенных вычислений. Я пока, если честно, такого не видел. То есть если кто знает статьи из-за того, что запускает такой разноансамбль алгоритмов на одном replay paper, yo, welcome. Было бы интересно посмотреть. Вот. А на этом на самом деле все. То есть у нас прошло даже много-много времени. Это все, что касается распределенного такого RL. Давайте быстренько еще за 5 минут пробежимся по другим таким интересным особенностям, где-то все машины применяются. то есть, опять же, так как мы все любим Сергея Левина, потому что пионер RL. у них еще в 2018 году также использовался что называется почему-то они назвали его 50-опт. Это off-policy distributive RL их придуманный алгоритм и такая архитектура для обучения роботов по сути ну, не знаю, мне кажется является чем-то вроде Апекса, только почему-то изображенного чуть иначе. опять же, если кому интересно, ну, и в принципе, если посмотреть, вышло это примерно в том же 2018 году, как и Апекс. Возможно, кстати, Апекс вышел в апреле, а этот чуть похоже. еще одна вариация на то, как можно, например, использовать distributive RL для обучения роботов, которые сэмплируют эти данные и на демонстрациях, которые у вас уже имеются. Кроме этого, есть, конечно же, такое другое направление, можно сказать, использования всех этих распределенных машинерий, ну, альфа-зеро, когда, ну, скажем так, просто картина сбоку, когда у нас есть куча разных моделей, они играют сами с собой, они, эти, скажем так, накапливаются в какой-то общий replay-buffer, ну, потом выбирается какая-то лучшая модель, чтобы с ней все соревновались. Ну, по сути своей, тоже некоторые направления того, как развивается distributive RL. Вот. Опять же, больше про инженерии, но и по... А, нет, да, еще есть, конечно же, направление Evolution Strategies, о чем у нас уже было на этом курсе. просто другой подход к тому, как можно все это делать распараллелью. Не то, чтобы... Короче, я не уверен, что Evolution Strategies работает много лучше RL, вот, скажем так, распараллелью, они действительно хорошо, и в каком? в 18-м, по-моему, в 18-м, по-моему, году, или когда была предложена эта статья, произвели много шубок. По своим собственным экспериментам у меня личные Evolution Strategies не зашли, просто за счет того, что у них политики довольно слабенькие. то есть у них обычно сфорируется какая-либо матричка, вот, а это на многих средах не хватает. Ну, это, скажем так, из личного опыта. Ну, может, где-то они заходят прямо на огонь. Вот. Ну, и последнее интересное такое направление, которое, в принципе, сейчас применяется во всех замечательных DeepMind, Hopen и прочих-прочих ребятах, это population-based training. то есть оптимизация подбора всяких гиперпараметров и прочих радостей для обычных DeepLearning сетей через RL. То есть можно оптимизировать просто последовательно, можно оптимизировать через параллельный пересечь, что, в принципе, нормально. Можно использовать замечательный population-based training, который там по-хитам через RL пытается перебрать эти гиперпараметры. и получить в принципе значительный boost. Ну, скажем так, boost по крайней мере, опять же, DeepMind удается получить вполне даже неплохой. то есть когда-то давно, не помню, когда именно, выложили статью, как хорошо у них вот это применение такого RL и всей этой распределенной машинерии работает примерно везде, то есть, как на старых добрых играх, так и в переводах, ну, и почему вы не используете ганах, ну, в общем, тексты, картиночки, игры, все возможно для population-based training. Вот. Вот. Да, на этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, там нас осталось хотя бы три человека, кто еще выжил до конца. Вот. Готов поотвечать на какие-нибудь вопросы, если у тебя есть. А так, как бы, лекция закончена. Всем спасибо. Вара-вара. Спасибо, Серега. Вышло очень круто. У нас осталось даже больше, чем три человека. Я, наверное, предлагаю следующий вариант. Можно я пару минут скажу про то, как мы будем жить дальше? И если у кого-то есть вопросы, то позадаем их еще повесим. Смотрите, по факту, это последняя была лекция курса Advanced Rail. Все очень круто прошло. Всем спасибо. Особенно всем, кто прожил весь курс. Нам сейчас нужно немножко углубиться в то, чтобы попроверять курсовые проекты, в то, чтобы повыставлять оценки, в то, чтобы просто чуть успокоиться морально. После этого, наверное, имеет смысл продолжить стандартные семинары типа REL-группы, которые точно так же проводятся по четвергам, подготовить крутые доклады и как повернуться с новыми силами. А на следующей неделе семинара, скорее всего, не будет. Но и если у вас есть желание выступить, пишите мне судорога в телегу или кому-нибудь еще. Пишите в общем, если мы вас найдем и вы хотите выступить, мы всегда вам будем очень рады. Всем спасибо. Ну да. Слава по REL-ю. Спасибо, что выдержали этот доклад. Спасибо, что выдержали сколько-то 13 лекций по REL-ю. Молодцы. Если вы вдруг все-таки внезапно собираетесь что-то рассказать, вы знаете, кому писать. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Ура-ура. Приятных вам самоизоляций.